Всем привет, вы смотрите Аскроллер. В этом подкасте я простыми словами объясню секрет изучения любого трюка на роликах и не только. Эти знания получены мною благодаря самоанализу, изучению работы мозга и тренировкам, так что им можно доверять. Начинаем. Почему не все могут сразу поехать на роликах? На самом деле такие проблемы бывают и у профессионалов, когда они долго не могут выучить трюк. В катании, как и в любом другом действии, есть две составляющих – подготовленность мышц и управлениями, то есть работа мозга, мышцы и мозг. Если человек не подготовлен, нужно работать сразу над двумя. Именно поэтому спортсменам легче адаптироваться под другой вид. Они научились самому главному – контролю тела, и им остается лишь… иногда просто понять, как делается трюк. И кстати, народные танцы в плане спорта очень и очень хороши, так что ни в коем случае не стесняйтесь ими заниматься. Итак, у нас два сдерживающих фактора – мышцы и нейронные связи. Проблему мышц обычно может решить только стаж и регулярность катания. Так что если вы только начинаете, не перегружайте себя, но катайтесь чаще. Если вы учитесь, во время катания необходимо часто делать перерывы, чтобы мозг тоже успевал отдыхать и создавать нейронные связи для лучшего управления телом. Самое главное – понять и осознать, как делается трюк или движение, прокрутить его в голове несколько раз. У мозга два режима работы – сконцентрированный и рассеянный. Когда вы катаетесь, внимательно производя каждое движение, вы создаете основу, и тут лучше, чтобы она была как можно более качественной. Примерно после пяти или десяти минут работы над элементом пора отдохнуть, чтобы мозг перешел в рассеянный режим и закреплял те знания, которые вы получили. Обязательно стоит остановиться, если вы зациклились, то есть потеряли концентрацию и бездумно пытаетесь выучить элемент. Паузой может быть обычный отдых или выполнение тех элементов, которые вы уже умеете. Это дает возможность выучить трюк частями. Доведя до автоматизма одну составляющую, можно переходить к следующей. Потому что за всем сразу уследить сложно, а на роликах простых движений не бывает. Следить за спиной, держать баланс и при этом еще правильно управлять ногами – не самая простая задача. Особенно, когда все необходимо делать быстро. Тут и подумать не успеешь, так что только автоматизм. В случае, если вы занимались каким-либо видом спорта, этот процесс пойдет быстрее, ведь есть к чему укрепить новый опыт. И он уже не будет восприниматься мозгом как совершенно новый, а значит на создание и укрепление связей уйдет меньше сил. И конечно стоит ходить в тренажерный зал, чтобы основные мышцы были хорошо развиты. Слабые мышцы могут ограничивать вас при изучении новых трюков, например прыжков. Подведем итоги услышанного. Чтобы выучить любой трюк, нужно понять как его делать. Например, внимательно посмотреть несколько раз видео. Обращая внимание на разные части тела и разбираясь, почему они двигаются именно так. После чего тренироваться, разбив трюк на составляющие. Именно для этого созданы подводящие упражнения, чтобы изучать частями. И последнее, не забывайте отдыхать. А если проблема в недостатке мощности мышц или растяжки, развивайте их. Именно контроль над телом дает вам то самое ощущение свободы, которое могут дать ролики. Так что развивайтесь правильно и получайте больше удовольствия от катания.